Дорогие друзья, так как я своих 10 заполучил, то мы с вами сейчас продолжим, вернее начнём наш марафон. И начнём мы с того, что мы сделаем несколько изолатов. То есть абсолютно на белом фоне. Я вам в прошлый раз уже показывал, такая полусфера, но вы мне тоже сказали, что а можно так сделать, чтобы не нажимать там пипеточкой, чтобы не делать вообще, чтобы белый фон получался сразу же при фотографировании. Конечно можно. Сейчас я вам покажу этот способ, сейчас я вам померю. Дело в том, что мы сначала вам с вами должны построить домик для бездомных поросят. Я вам добрый. То есть я сейчас верну несколько шурупчиков. Вот такие пенопластовые блоки мне очень сильно помогают уже на протяжении всех 8 лет. Они мне очень сильно помогают, потому что такой материал, во-первых, белый, да, хороший отражатель. А в-третьих, его всегда можно вот так быстро соединить с помощью каких-то там болтов, шурупов. Вот так. Сейчас я докручу, я вам покажу, что я затем. Итак, для чего мне домик? Дело в том, что я сейчас хочу, вот у меня, видите, белый фон, я хочу его за этой кружкой освещать. Если я буду без ограждения это делать, то кружку обязательно заденет. А поставив домик, во-первых, я сразу уже сделаю отражение, как рефлекторы это будут работать. И обратите внимание, что я закрепил свои болты в середине. Для чего? А для того, чтобы вот нужно было регулировать вход или, наоборот, расход. То есть, вот в процессе мне пришла такая идея, что это будет лучше. Пусть это не совсем так жестко держится, но мне особо-то и не надо. Этого достаточно будет. Что будет происходить сейчас? Ну, с этой кружкой ладно, чтобы не было у нее здесь белесостей, а они возникнут, естественно, не возникнут, если мы будем так фотографировать. Вот, отодвинем чуть подальше. То, как всегда, вы знаете, в этом случае нас выручают те же самые вот из ламината я сделал и могу вот сюда их просто-напросто подставлять. Тем самым регулировать вот тут темные полосочки. Может быть, тоже их в пенопласт вкручивать. Ну, зато удобно быстро туда-сюда двигать. Так, теперь насчет освещения. Ну, освещения мы здесь особо мудрствовать не будем. Поставим два стрипа. А сзади я планирую что-то вот такое. То есть, обычный горшок-рефлектор. Можно с одним освещать. Если под низ, допустим, направить, да, и направить на это пятно, где будет кружка, то этого достаточно будет. Ну, мне интереснее, когда, если у меня два есть, то зачем я буду мучиться там под столом. Лазить я поставлю с обоих сторон. Ну, а для вас, я говорю, что там может быть просто снизу. Вам меня видно? Так вот, вот здесь он должен стоять. Можно подальше отодвинуть этот фон и прямо там ставить стучку. Вот так, допустим, да? Сейчас я все расставлю и мы сделаем снимочек. Так, ну что ж, все установлено. Давайте посмотрим еще раз на световую схему. То есть, вы видите, у меня стоят два стрипа, две черные полоски в поросячьем домике и две стоят вспышки с простыми горшками-рефлекторами, освещая задний фон. Давайте сфотографируем теперь. Ну вот. И тут же сейчас проверим в фотошопе, насколько действительно фон 255. Так, ну вот наша кружечка, да? Давайте мы сразу в RAW формате откроем в фотошопе пятом. Так, вот эта кружка, да? Красно. И теперь давайте включим вот эту кнопочку. Вы видите? Практически мне надо было только чуть-чуть опустить один горшок вниз. И вот это у нас абсолютно пересвет белый, что нам, в принципе, и надо. Но мы можем вот так чуть-чуть добавить, вот так. Не проблема. Откроем картинку, ничего с ней делать не будем пока. И возьмем информацию, вот она информация, да? Возьмем пипеточку и смотрим. Видите, вот это вот число 255. Оно везде, кроме как вот здесь, да, в углу. Ну, углы вас мало интересуют, как я сказал. Просто опустить чуть-чуть горшочек вниз. Ну, вот вам и доказательства. Ну, как видите, все так и получилось, как я предсказывал. Но я предполагаю, что самые умные из вас, то есть опытные скажут. Ну, удивил, глининый горшок снять. Да я его на подоконнике сниму и все. Ты вот стеклянное что-нибудь сними. Ну, что ж. Давайте. То есть у меня вот эта стеклянная кружечка есть, которую я тоже собираюсь фотографировать на изоляции. Давайте посмотрим теперь. Значит, я уже заранее знаю, что произойдет, ребят. Дело в том, что вот эти вот щели, да, я сейчас, вы видите, убрал черные, потому что они для меня будут сильно жестко отбивать здесь. А вот эта щель и там щель между фоном и моими поросячьими домикостенками, они как раз и дадут мне вот эти полоски, какие мне нужны. Причем дадут объем, а иначе получится вот просто прорисованная как бы тонкими линиями кружка, что тоже не очень хорошо. Поэтому мы с вами вот так сейчас поставим и снимем. Все то же самое. Единственное, что вот этот горшочек, как я говорил, надо чуть-чуть убрать вниз. Вот так, чтобы он угол не затемнял. Хорошо? Ну все, давайте фотографировать. Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Опа! Что, ребята, смотрите. Ну, какие претензии? И тут, я уже подозревать, да, стеклянную каждый может снять, если у него есть четыре вспышки. Неправда, три достаточно, даже две достаточно. То есть, одна вспышка здесь, отражатель здесь и одна вспышка на фон. То есть, две. В принципе, две. Это я дурею просто, жерею от того, что у меня есть. Ну и опять вопрос. Да, хорошо, ты это снял, да? А вот как быть с пивом, если вот с пивом это хочется снять? Давайте снимем. Какие проблемы? Пока ничего менять не будем. Вот те щели, про которые я говорил. Так. Единственное, что меня волнует, сейчас. Ну, то есть, крышка вот сейчас открыта, и она как бы перевешивает. Как бы мне это не навернулось все. Так. Ну, начинаем. Так. Если что, это будет первая производственная... ...травма. Не хватило бутылочки. Ну, честно скажу, я немножко отпил. Хе-хе-хе. Шучу. Потому что здесь 330 грамм, а там 500. Вот. Так. Ну. Давайте теперь быстренько нальем. Вот так. Что получилось? Ага. Я предлагаю увеличить здесь свет по максимуму. Чтобы попробовать пробить. Можно, конечно, это все в фотошопе сделать. Но, если получится здесь, то зачем нам фотошоп? Так. Еще раз делаем теперь. Делаем пену, 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 пену. Ну. Так. Это перебор, ребята. Значит, где-то правда лежит посередине. На 4 поставлю здесь. На 4 поставлю здесь. Так. То есть, 80% от моих этих. Ну, и последний раз. Вот так. Вот. Это совсем другое дело, ребята. Ну, шапку я потом возьму с другой стороны. Во всяком случае, вот вы теперь убедились. Что с пивом, что без пива. Учтите еще. Это пшеничное пиво. То есть, вайсбир. И поэтому оно мутновато. Его просветить сложнее, чем если бы я сюда пильзер налил. Да? Ну, а сейчас я еще отопью. Показывать не буду. Идите, уберите от ваших кранов. Потому что я хочу все-таки вот отсюда выпить. И снова налить, чтобы получить пену высокую. Как бы отлил. Хе-хе-хе. От половини. Ну, а теперь давайте уже попробуем сделать большую пену шапку. Ну, 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 давай, давай, давай. Так, еще тебя. О! Хорошая пена. Вот так. Отлично. Итак, дорогие друзья. Мы с вами получили быстренько, в общем-то, без болезни, три изолята. И теперь вам не придется в фотошопе еще доводить ваш фон до 255 по белому цвету. Нравится этот способ? Берите, пользуйтесь. Я приступаю к дальнейшим изолятам. То есть я сейчас буду снимать пшеницу. Буду снимать хлебушек, может быть. Серп обязательно сниму на белом фоне. Но это уже будет повторение. И уже не мать учения. Вот. И чтобы это не пропало, естественно, мне теперь придется это тоже выпить. Как вы думаете? Ну, производственная такая необходимость. Печальна. У меня печалька. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok